Кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? Юрий будет, Дудь, Дудь, будет, Юрий. Здравствуйте, это Максим Шевченко. Хотелось бы поговорить об интервью Павла Грудинина Юрию Дудю. Ну, во-первых, хочу сказать, что это является безусловным успехом компании КПРФ, поскольку уже на данный момент посмотрело более 4 миллионов человек, и те технологи, которые не пускали Павла Николаевича Грудинина на федеральные каналы, полагая, что это сократит его аудиторию, уже сели в лужу, поскольку количество просмотров в интернете Грудинина даже в его беседе с Дудем уже, как говорится, превысило доли и рейтинги многих телевизионных каналов со всеми их политическими программами и политическими интервью. Поэтому это информационный прорыв, и о нем, безусловно, имеет смысл поговорить отдельно. Но поговорить отдельно не о Грудинине, который, на мой взгляд, держался четко, ясно, как интеллигентный человек, как ответственный руководитель, как хозяйственник, может быть, даже перебарщивая немножко вот с этой своей такой привычной ему за долгие годы руководства совхозом имени Ленина, такой внятной, аккуратной, солидной манеры высказываться. Хотелось поговорить о Юрии Дуде, который, на мой взгляд, несмотря на то, что он является, безусловно, голосом и лицом поколения определенного такого, тем не менее, показал себя, на мой взгляд, не менее интересно, чем Павел Грудинин. Во-первых, конечно, эта тема Сталина, которую Дудь так активно вбрасывал Грудинину, говорит о том, что сам Дудь-то не очень хорошо знает историю, может, практически ее вообще не знает. Я сейчас не буду вдаваться в детали, кто кого там указы подписывал, не подписывал Сталин, там раскулаченный, кто строил. По мнению Дудя, все советские заводы строили заключенные, вот просто все. Ни один завод, который вы видите вокруг себя, ни один вот канал великий сталинский, ни одна великая сегодня украденная олигархами стройка, магнитка или еще что-то, по мнению Дудя, не могла быть непостроена заключенными. Это, конечно, полная чушь, безусловно, заключенные участвовали в стройках, но далеко не они, как говорится, составляли основную массу рабочей силы, поскольку основная рабочая сила, это были те люди, которым, собственно говоря, советская власть давала возможность этой работы. Эти массовые приходы на Днепрогэс, на магнитку, это были далеко не только спецпереселенцы, которых называют раскулаченные. Безусловно, это были люди, которые туда шли для того, чтобы заработать себе на хлеб, заработать своим семьям, потому что страна-то жила бедно, страна жила нище достаточно. Страна в 30-е годы выходила из гражданской войны, и участие в этих строительных процессах, если выйти за рамки антисталинистской мифологии, собственно говоря, давало миллионам людей возможность социального роста. И не будем останавливаться на вопросах истории, скажу сразу, что мне разговор Дудя с Грудининым, напомню, разговор Буратино с папой Карлой, когда Буратино упорно спрашивает, Папа Карл, папа Карл, вот ты всю жизнь работал, ты все знаешь, но все-таки где находится страна дураков? Вот как пойти на это поле, где можно закопать монетку, и сразу все, значит, себе получить, заработать там дерево, на котором вырастут монетки? На что папа Карл упорно отвечает, ты знаешь, дорогой Буратино, ты только вылупился, вот, был вырезан из этой деревяшки, ты еще многого не знаешь, хочу тебе сказать, что надо работать, что на самом деле в мире все не так просто, как тебе кажется, что мир сложнее, что не все однозначно, что нет прямых ответов на многие вопросы. Нет, папа Карл, есть прямые ответы, я точно знаю, я точно знаю, и мне вот рассказывали там и Лиса Алиса, и Кот Базилия, и разные другие такие мои друзья, что обязательно все может получиться легко. Сам Дудь раскрылся, на мой взгляд, в вопросе про раскошеливание богатеев. В вашей предвыборной программе есть фраза «Богатеем в России давно пора раскошелиться». Казалось бы, такой демократичный лидер, но тут лидер молодежного общественного мнения, но тут внезапно нашла коса на камень, и мы видим, как Дудь, собственно говоря, вдруг стал каким-то образом критиковать революционных матросов, показывая себе какие-то ленты крест-накрест, что какие-то страшные революционеры ходили, врывались в дворцы, выбивали ногами двери. Ну, даже если это и было так, то, на мой взгляд, это было абсолютно правильно, поскольку все эти богатеи так достали тогда народ, что, конечно, они выбивали в эти дворцы ногами двери, заходили и передавали эти дворцы в пользование народа. Но проблема в другом. Проблема в том, что богатей-то теперь у нас это сам Дудь, Дудь, который еще два года назад был просто журналистом, не очень богатым и, наверное, состоятельным, потому что всегда был где-то при каких-то тусовках, сейчас вдруг как будто виртуально одел на себя такой красный пиджак с таким золотой эмблемой клубной принадлежности, помните, такие в 90-е годы были, и говорит, «Я богатей, что же, меня будут раскошеливать?» Дудь-то говорил о себе, вот что значит, согласно марксистской логике, классовые чувства. Можно сказать, что нет такой глупости виртуального преступления, интеллектуального, на который не пошел бы Юрий Дудь ради прибыли в 300%, ради хайпа в 300%. А вы видели бы Лысым? Он скоро увидит. Потому что, конечно же, Дудь в нем проснулась классовое чувство, и известного классового чувства, он одновременно ощущая на уровне интуиции, как Буратино, который еще не знает мир, ощущает Папу Карло, как того, кто что-то сделал, его создал в конечном итоге. Сотворил этот мир, в котором он, Буратино, теперь может стучать своими деревяшками по камням мостовой, но вместе с тем он уже чувствует себя богатеем и не хочет раскошеливаться. И поэтому, конечно же, тут для меня был интересен и сам Грудинин, но и помимо Грудинина я понял, что этот диалог с поколением Дудя у людей, которые реально думают о стране, о политике в стране, которые думают о том, как не обрушить страну в хаос, как страна должна развиваться, как сделать следующий шаг в социальном развитии страны, это диалог просто человека, который говорит, с человеком, который не хочет ничего слышать, и который уже все знает заранее, все ответы. Сами Гаримас и Дудя такие, как говорится, ну что ты мне несешь, Грудинин? Я и так все знаю, по большому счету. Я все знаю про Сталина, я все знаю про Путина, я все знаю про твой совхоз, я все знаю про твоего сына, я все знаю про земли. Мы же все знаем, мы знаем, что на самом деле в этом мире без хитровства, без какого-то такого мошенничества никак не обойтись. И что вот ты на самом деле тоже такой же, что бы ты ни говорил, я думаю, что ты такой же. Это очень показательная беседа, очень показательное интервью, которое говорит только об одном, что на самом деле богатеев надо заставлять раскошеливаться, что левый проект, который набирает в России силы, конечно же будет встречать сопротивление со стороны таких вот дудей и вот этого поколения, которое, на мой взгляд, будет образовываться по мере развития самой жизни. Такие же бессмысленные люди, описанные Сашей Черным, были и в начале 20 века, до революции, до 17 года. Такие, знаете, на скамейке в Александровском саду котелок склонился к шляпке с кокоду. Вот эта вот манера поверхностного скольжения, такого, как говорится, попытка понравиться толпе, которая, естественно, на мой взгляд, для журналиста, ищущего рукоплесканий и славы, она натолкнулась на внятную, конкретную, содержательную и глубокую, и спокойную, и взвешенную позицию человека, который всю свою жизнь работал, который принимал непростые решения, который рассказал нам о биографии своей семьи, из Вологодской области, крестьянская семья, которая, благодаря советской модернизации, поднялась из какого-то сельского, сельской жизни, очень тяжелой, в начале 20 века, к серьезным технологическим верхам, там, Мичуринская академия, там, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь столкнулись просто два вектора отношения к реальности, отношения Дудя к реальности, что реальность – это просто отражение зеркал, которые не имеют никакого смысла, в котором имеет смысл только я, любимый, и, как бы, мое эго, и мое самолюбование. И Грудинин с его внутренней ответственностью и с его внутренним пониманием того, что и судьба Дудя, и судьба тех миллионов, которые смотрят Дудя, и судьба тех миллионов, которые будут голосовать за Грудинина, за Путина или за кого-нибудь еще, и судьба тех, кто даже не придет на выборы, она, на самом деле, зависит не от Дудя и не от той мифологии, и ветра мифологии, которая гуляет в его голове, от таких людей, как Грудинин, на которых, на мой взгляд, держится земля, и как ни крути, но Буратино пойдет в дорогу и набьет себе шишек, и будет обманут и Лисой Алисой, и котом Базилия, и попадется к Дуримару, и встретит свою Мальвину, и так далее, и так далее, и так далее. Но сделан-то он был Папой Карла, и этого факта избежать будет просто невозможно. Это был Максим Шевченко. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Субтитры создавал DimaTorzok